В конгресс-центре ТПП РФ состоялось празднование Рождества на Ильинке. Прошла уже ставшая традиционная встреча представителей храма Пророка Божия Ильи, воздушно-десантных войск и российского предпринимательства. Рождество на Ильинке в таком формате отмечает уже больше двух десятилетий. И если в первые годы всех участников таких встреч вместе свело имя Пророка Божия Ильи, то сейчас их объединяет и добрые общие дела. Порядок проведения праздника в этот раз остался неизменным. Он открылся тропарем Рождества Христова и многолетия. Затем к собравшимся обратился благочинный Иверского церковного округа, настоятель храма Пророка Божия Ильи, протеерей Андрей Ричицкий. Мы благодарим за то, что у нас есть такая с вами возможность прославить Господа здесь на нашей улице Ильинки и вновь и вновь вступая в границы нового грядущего уже 2024 года получить вот то настроение, может быть, радостное, мирное, спокойное, которое проистекает от этих праздников. Вот эту семейственность и радость общей такой нашей с вами жизни хотелось бы нам сегодня почувствовать за вот этим праздником, который будет ныне совершаться здесь, в торгово-промышленной палате. Затем отец Андрей передал слово вице-президенту ТПП РФ Максиму Фатееву, который от имени президента крупнейшего бизнес-объединения страны Сергея Катырина поздравил участников Рождества на Ильинке с праздником. Эта традиция была заложена нашим уважаемым Евгением Максимовичем Примаковым, на тот момент президентом торгово-промышленной палаты РФ в 2003 году. И вот теперь именно вот эти все годы мы встречаемся здесь, на этой площадке, как минимум дважды. Это праздник пророка Божьего Ильи, в день воздушно-десантных войск, и Рождество на Ильинке вместе с вами, уважаемые друзья, вместе с командованием, представителем команды воздушно-десантных войск, союзом ветеранов ВДВ, союзом десантников и всеми вами, уважаемые наши гости и друзья. Мы не стали изменять нашим традициям в это непростое для нашей страны и для всего мира время. В этот добрый рождественский праздник мы хотели, чтобы вы опять окутались этой замечательной доброй атмосферой, дружеской атмосферой праздника Рождества на Ильинке. Воздушно-десантные войска здесь в Конгресс-центре торгово-промышленной палаты представлял председатель Совета ветеранов крылатой пехоты генерал-майор Владимир Данильченко. Позвольте, я к вам обращусь, как обращался к тем, кто приходил в храм ВДВ. Боже, отец Михаил, погибший при выполнении своего долга, священник, любящий нас и любимый нами. Он всегда говорил, встретившись с прихожанами, родные мои. И когда некоторые задавали вопрос, а какой у тебя родной? Он очень просто отвечал, у нас Родина одна. Ну, а по поводу того, что мы все здесь, это очень здорово. Не для того мы живем и не для того, повторяю, там за ленточкой бьются люди, чтобы мы не могли в день праздника отдохнуть и вспомнить о них. Я всем вам желаю благодати Божией. Доклад закончен. Тепло поздравил собравшихся с праздником также председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Калмаков. Он наградил особо отличившихся в воспитательной и благотворительной работе сотрудников палаты медалями и ценными подарками. Среди награжденных управляющий делами Игорь Анисимов и его заместитель Дмитрий Бочинский. Гостям праздника была предложена концертная программа с участием ансамбля песни и пляски ВДВ, камерного хора колледжа имени Гнесиных, Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена, детского фольклорного ансамбля «Журавушка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok